Я Алексей Ницца и вы смотрите видеоуроки Теплицы социальных технологий. Сегодня я расскажу, как и зачем делать резервное копирование данных на вашем компьютере с помощью встроенных возможностей вашей операционной системы. Мы храним на своем компьютере письма, фотографии, видео, музыку и другие важные документы. И все эти данные мы можем потерять по разным причинам. Это могут быть критические ошибки операционной системы, поломка жесткого диска, компьютер на вирус или невнимательность при работе с файлами и случайное удаление. Поэтому необходимо обезопасить себя от потери этих данных и делая бэкап – резервное копирование. Резервное копирование – это хранение копий данных на внешнем носителе. Если мы сохраняем данные на том же жестком диске, то такой процесс называется созданием рабочих копий. Бэкап можно производить специальными программами или самостоятельно с помощью стандартных возможностей вашей операционной системы. Обычно в качестве внешнего носителя используется внешний жесткий диск, флешка, карта памяти или даже устаревающий CD или DVD диск. Также резервные копии системы и документов можно хранить в облачных сервисах, например Dropbox. Но в этом случае надо иметь в виду, что вся информация будет храниться на сторонних серверах и это может быть небезопасно. Итак, как же сделать резервное копирование данных в Windows? Для начала нужно найти внешний носитель, который вы будете использовать для резервных копий. Можно создать отдельный раздел на жестком диске вашего компьютера и хранить на нем резервную копию. Но это не самый удачный вариант, так как жесткий диск может сломаться или информация может быть удалена вирусом. Подключаем устройство к компьютеру через USB кабель или другим способом. Откроется окно с сообщением о подключении нового устройства. В этом окне нужно выбрать опцию для создания резервной копии данных. Если окно не открылось автоматически, его нужно открыть вручную. Для этого найдите опцию «История файлов» через поиск в меню «Пуск» или в панели управления. В окне «Утилиты» для создания резервной копии нужно перейти в раздел «Дополнительные настройки» слева и задать необходимые параметры, например, регулярность создания резервных копий, время хранения копий, пространство на диске и т.д. Выберите диск, на котором будет храниться резервная копия. Внешний жесткий диск будет выбран по умолчанию. Нажмите «Включить». Начнется процесс создания резервной копии. Лучше всего запустить процесс на ночь, так как он займет достаточное время. Теперь я покажу, как включить резервное копирование файлов на Mac. Первым шагом нужно также найти внешний носитель, который вы будете использовать для резервного копирования. После того, как я увидел внешний диск в списке устройств, я открываю системные настройки и нахожу «Тайм машин». Нажимаю «Выбрать резервный диск» и указываю нужный. Можно зашифровать резервную копию, а в параметрах можно указать элементы, не включаемые в резервную копию, а также настроить уведомления и задать параметры расходования энергии аккумулятора. Далее запускается процесс создания резервной копии и последующее автоматическое резервное копирование. Таким образом, включив в вашу операционную систему резервное копирование и используя внешний носитель, вы обезопасите себя от потери важных данных и документов.